Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Театр наизнанку» и я её ведущая Каэли. Говорят, что на детях известных людей природа отдыхает. Сегодня у меня в гостях героиня, которая сумела опровергнуть этот стереотип, дочка знаменитой миледи Маргариты Тереховой, Анны Тереховой. Анна, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, известная фамилия и знаменитая мама, какой отпечаток наложили на ваше решение? Да, это такой традиционный для меня вопрос, и то, что вы сказали, вот первая фраза, это как раз то, что почти во всех интервью есть, и всегда я на него отвечаю. Но, по-моему, вы как бы своим вопросом уже на него и ответили, в том смысле, что это не отпечаток, а моя мама есть моя мама, и слава богу, спасибо ей, что она меня родила и заложила в меня свои актерские гены, которые я, надеюсь, достойно их воплощаю в себе. И к тому же уже определенно все-таки, слава богу, свой путь и свои роли, и не похожие на мамины, и слава богу, свои зрители тоже есть. Мне было вначале страшно, что будут сравнивать? Да было, конечно, страшно, и всегда сравнивали, и будут сравнивать все время. Но я совершенно к этому привыкла, и считаю, что это хорошее сравнение. И вообще Маргарита Борисовна – это такая величина, такая фигура, которой вообще стоит стремиться именно к уровню. Но мне совершенно не хочется достигать каких-то высот, как у мамы, и даже что-то сделать сверхъестественное, чтобы, как говорится, завоевать что-то. Я равняюсь на нее в таком самом прямом и хорошем смысле этого слова. Учусь у нее, и слава богу, у меня есть возможность, она мне во многом помогает. И к тому же моя последняя роль в кино, которая именно от мамы мне досталась, это именно Заречная в «Чайке», за что я очень благодарна, потому что не устою говорить, что это пока единственная такая, ну, я думаю, что серьезная и достойная работа у меня именно, ну, в кино, я имею в виду, за которую мне, как говорится, не стыдно, за которую, опять же, я благодарна маме. А работать на площадке с родственниками, в данном случае, вот с мамой и с братом тяжелее или чувствуете себя увереннее? Ну, я думала, что будет тяжелее, если честно, потому что, конечно, со своими родными людьми, с ними всегда сложнее, когда такие твои чувства дочери, да, или сестры, они иногда как бы идут вперед на первом плане, но на самом деле мама, она в этом смысле просто совершенно чудесный человек и профессионал. Она создала такую атмосферу для нас, что мы абсолютно об этом забывали. И так же, как и с другими актерами, она репетировала со мной, то есть там не было, я ее даже на площадке старалась называть, Брагарита Борисовна, как все. Вот, и поэтому мне, например, в один момент стало просто очень легко, наоборот. И то, что мы до съемок репетировали, как-то уже выживались в эту атмосферу этой пьесы чеховской, и потом, когда уже мы приехали на натуру и уже там поселились, то вот это для нас было самое главное. То есть нам нужно было только войти туда, и все, и уже процесс он как бы сам собой начинался, и мама только чуть-чуть подсказывала там где-то каким-то своим таким глубоко профессиональным взглядом. Другое дело, вот мой брат, с ним, конечно, было сложнее, потому что там любовь, да, первая любовь, но дело в том, что я, ну, как говорится, на этом не зацикливалась, а решила так для себя, что я люблю своего брата, да, и я буду играть именно эту любовь, то есть вот свою, настоящую, не буду ничего выдумывать как-то, тем более, что там, ну, самое начало, совсем небольшой кусочек, а потом у нее уже начинается такая совершенно дикая страсть к Тригорину, вот это уже, конечно, совсем другое. Маргарита Борисовна не препятствовала вашему решению стать аттрисой? Нет, она очень мне помогала. Мама вообще очень демократичный человек в том смысле, что никогда ни на чем не настаивает и предоставляет мне право решать и, в общем-то, распоряжаться своей судьбой. Она только очень правильно мне все подсказывала и советовала, и, кстати, иногда я не слушала ее советов, может быть, зря. Вот, но сейчас уже, как говорится, не стоит ни о чем жалеть. Просто я вспоминаю, что она, когда узнала, там, что я ей объявила о своем выборе, она мне одно только сказала, что ты же сама знаешь, как это трудно и как много нужно работать, поэтому постарайся уж. И она честно пыталась мне помочь, но я совершенно не могла ей читать какие-либо отрывки или там басни или что-то такое, поэтому она мне просто посоветовала, что я уже занималась там с другими людьми, с ее друзьями, с моими друзьями очень хорошими. Потому что, когда при поступлении, очень важно, чтобы как можно больше человек тебя послушал и оценил и дали какие-то советы, потому что, особенно, когда сам занимаешься, это вообще очень трудно. А тут вот мне повезло. И уже мама, как говорится, меня увидела только уже в институте, когда я поступила, когда были какие-то первые у нас там экзамены. А ваш сын Миша никогда не заявлял, мама, я буду актером? Нет, он не заявлял. Более того, я сегодня даже об этом вспоминала. Уже даже его взяли. И после третьего тура, даже, по-моему, после конкурса... Нет, он должен был идти на конкурс. И что-то вот он не захотел. И я не знаю, ну, я ценю его выбор, да, как молодого человека. Наверное, он был прав. Хотя, с другой стороны, может быть, и зря я что-то не настоял. Сейчас меня уже какие-то сомнения одолевают. Раньше я думала, что я правильно сделаю, что я его послушала. Потому что он пришел и, честно, совершенно мне сказала, что у меня нет, говорит, такого желания, как у тех ребят, которые, я вижу, которые поступают и которые очень этого хотят. А он прав в том смысле, что для актерской профессии это самое главное желание. Нужно, да, нужно очень сильно хотеть и понимать, что тебе нужно очень много работать. У него этого не было на тот момент, и я с ним согласилась. Но, к сожалению, должна признать, что пока он себя не нашел. То есть он пытался, учился и на экономическом, и даже в институте психологии сейчас. Но вот посмотрим, что будет в будущем. Я очень надеюсь на него. Вас называют антрепризные актрисы. Как вы к этому относитесь? Не знаю, кто меня так называет. Очень часто в прессе мелькает. Ну, не знаю, может быть, где-то это было. Но что значит антреприз? Я же служу все-таки в театре, в густарственном, в театре Луны. Там у меня есть очень хорошая роль. Но антрепризы я люблю, потому что, во-первых, антрепризный спектакль, это не значит, что это халтура. Для меня это очень хороший партнер и очень хороший состав. Возможность сыграть что-то другое, чем в своем театре. На данном этапе мне, например, очень нравится играть характерные, смешные роли, которых у меня в театре нет. Если у меня есть такая возможность, почему бы мне ее не использовать? Потом я довольно редко снимаюсь, а это способ зарабатывания денег, уж извините, но это приходится признать. И поэтому я считаю, что антрепризные спектакли и вообще антрепризные актеры – это не что-то такое пренебрежительное. Совсем наоборот. А потом, вы понимаете, когда мы ездим, например, в другие города, вы даже представить себе не можете, как людям нравится, что актеры к ним любимые приезжают, что у них есть возможность их посмотреть на сцене. Хотя, я согласна, есть, конечно, и нам очень много про это рассказывали, что, например, кто-то приезжает, не будем говорить кто, и у людей портится настроение, им не нравится. Ну, явная халтура, но бывает, но, как говорится, от этого никуда не деться. И даже портит впечатление вплоть до того, что люди перестают покупать билеты. Но после, например, моих спектаклей, где я участвовала, такого ни разу не было, чтобы, например, слышали какие-то плохие отзывы, или, например, после нас не захотели бы люди опять прийти в театр. Такого не было, потому что я за каждый свой спектакль, за каждую свою роль я могу ответить. Аня, вы красивая женщина, известная актриса. Вам предлагали сниматься в рекламе? В рекламе сейчас нет, но было несколько лет назад, мне что-то предлагали. Но, вы знаете, дело в том, что я принципиально отказывалась, например, от рекламы сигарет, потому что я не курю и считаю, что это неправильно. И если уж люди курят, то надо сигареты найти, каким способом рекламировать, но, наверное, все-таки это не люди должны делать. Ну, что-то, как-то, я не знаю, во всяком случае, тем более не женщина. Да, я отказывалась от каких-то средств, которые, в общем, например, я ими не пользуюсь, и зачем я буду это рекламировать. Но никогда, например, если бы мне предложили что-нибудь хорошее, и, может быть, косметика, к примеру, или что-то, чтобы мне самой понравилось, я бы посчитала, что это я бы вполне тоже и разрекламировала бы этот товар. На сцене вы производите впечатление независимой, сильной женщины. Какая вы в жизни? Мягкая и пушистая. Ну, довольно такая забавная сейчас ситуация, что он почему-то в последнее время, или, может быть, я просто стала на это обращать внимание, но это, наверное, достаточно давно уже возникло. Я действительно произвожу впечатление какой-то независимой, самодостаточной женщины, которая, в общем, сама справляется и с собой, со своими проблемами, все в жизни знает, умеет и так далее. Конечно, это не так. Любой человек слаб, любой, даже если кажется сильным, вот, а тем более у меня вообще я удивлена. Наверное, просто, ну, какой-то образ, может быть, каких-то моих ролей, не всех. Опять же, кстати, если мои депризы посмотреть, это абсолютно разное есть, и смешно, и какая-то совсем какая-то, в общем, непонятная. У меня есть спектакль «Сны идиотки», где я там просто смешно какую-то, такую наивную абсолютно женщину играю. И просто я даже подозреваю, что это имидж еще маминых ролей, как-то таким шлейфом ко мне, вот как раз то, о чем мы начали говорить, он ко мне вот так вот пристал и не отстает никак. Так, я не знаю, с чем это связано, вот честно вам могу признаться, но, с другой стороны, мне даже не хочется ничего доказывать, но судя по тому, что меня именно в кино зовут, там, или в сериалы, зовут на какие-то роли каких-то явно роковых женщин, то такая тенденция есть. Ну, я была бы счастлива, если бы у меня была возможность все-таки показать, что я, во-первых, разноплановая актриса, я имею в виду именно в кино показать, а во-вторых, я думаю, по моим интервью или по тому все-таки появляются на телевидении, в передачах, просто все-таки можно понять, какой я человек. Ну, не такая уж я прям независимая, если мы достаточно, мне так кажется. Мастер спорта по гимнастике, 5 лет занимаюсь верховой ездой. Сейчас смогли бы, например, сеть на шпагат? Я сажусь на шпагат, конечно. Вот считаю, что надо обязательно поддерживать форму. Я просто поправлю, может быть, это там где-то промелькнуло. Я не мастера, до мастера не дошла, у меня второй взрослый разряд, но это почти что мастер, меня бабушка забрала из гимнастики, потому что потом уже, если бы я там осталась, нужно было уже выходить на профессиональный уровень, а это безумно трудно, и бабушка просто видела, как я мучаюсь, куда я не ем ничего, и она решила, что для меня хватит. Но это мне дало очень хорошую школу на всю мою жизнь, и помогает до сих пор, и особенно, конечно, в танце, потому что там все мое творчество связано с танцем еще самого института. Вот, поэтому я на шпагат могу сесть. Но только, конечно, я понимаю, вот просто так вот, ну я бы сейчас села, конечно, мне бы надо напрячься, и поэтому надо все время поддерживать форму, и я стараюсь это делать. Слава Богу, и спектакли танцевальные, где мы и разминаемся, и все. Да, что касается спектакля, сразу тогда спрошу Нина Ротте. Там Нина Ротте спектакль играется пластически, непризнательно ни одного слова. Что тяжелее на стаде, говорить или молчать? Вы знаете, вот тяжелее, да, просто я, у меня школа Алла Сигалова, я с гордостью об этом говорю, еще в институте на четвертом курсе, я попала к ней в театр, и необычайно ей благодарна за то, что она меня взяла именно в то время. Ну, может быть, я не знаю, мне как-то по-другому бы сложилась судьба, если бы я попала в другой драматический театр или как-нибудь, но она мне дала, у нее у самой Вагановская школа, и она мне дала вот то чувство движения, пластики, танца, которое, конечно, у меня было в генах, да, еще от бабушки, у меня бабушка была актриса и преподавала танцы, и от мамы, но она, ее величайшая школа, она вот в меня вложила. Я помню еще по нашим тем спектаклям, моим ранним, вот мне всегда казалось, что движением гораздо можно больше передать эмоции, нежели словом, это правда. Слово, оно как бы дополняет, а может быть, иногда, когда мы просто говорим, да, оно даже, может быть, искупо, а движение тела, да, оно дает, мне кажется, намного больше эмоций. Вот такое мое мнение, хотя у меня много теперь спектаклей, именно со словом, с диалогом. А почему вы ушли от Сигаловой, от Прохановой? Я не ушла от Сигаловой, просто наш театр тогда, «Независимая трупа» прекратила, что называется, свое существование. Алла ушла в декрет, родила чудесного Мишу, вышла замуж за чудесного Рому. Вот, и вся ее жизнь поменялась, и слава Богу, и какой-то у нее начался новый этап, и у нас, соответственно, тоже. Поэтому мы никуда друг от друга, как говорится, не уходили, мы просто расстались, и, наверное, это правильно. И как Алла, я недавно услышала ее в одном интервью, что нам стало тесно в этом вот пространстве нашем, его надо было уже для всех, для нас, его надо было расширить. И мы так и сделали. Но я могу сказать, что я бы, например, если бы она меня позвала в свою какую-нибудь другую новую постановку, она сейчас сделала изумительный спектакль, который мне очень понравился, в театре Пушкина, романа Козака «Мадам Бавари», который, кстати, она хотела с нами поставить, я бы с удовольствием согласилась бы, поработала бы с ней еще. Тем более, что я сейчас уже столько лет прошло, и я уже другая, более опытная. Мне кажется, ей было бы со мной еще даже более интересно. В рукоко вы играете такую золушку, дурнушку, которая, встретив прекрасного принца, стала красавицей. Я уже не играю в рукоко. Да, но это не важно. Я, кстати, пользуюсь случаем. Хорошо, что вы про это сказали. Я просто буквально в двух словах хочу просто хорошие слова сказать про Андрея Максимова, потому что, когда он пришел к нам в театр и хотел ставить вот свою пьесу, я честно скажу, я когда читала, я смеялась, она мне понравилась. И когда он мне предложил, я с удовольствием согласилась. Тем более, что я знаю, что он хорошо ко мне относится. И когда еще, кстати, мы у Сигалова работали, Андрей с нами ездил на гастроли, мы были в Австрии, и писал про нас статьи. И вообще очень приятно. Он про меня говорил очень хороших слов, за что я ему очень благодарна, именно как об актрисе. Но просто вот именно с этой ролью, я честно признаюсь, у меня не сложилось. Я сыграла несколько прогонов, я честно репетировала. Но вот, как бывает, что-то не сошлось. То есть у меня, может быть, если бы мы что-то поменяли, или как-то я бы продолжила, но вот не получилось. Я извинилась перед ним, но я думаю, что ничего страшного. Может быть, еще в какой-нибудь следующей работе, если он на меня не обидится, конечно. В спектакле «Ночь нежна» у вас роль Николь. Каково каждый раз погружаться в это безумие? Ну, это не совсем безумие, сразу могу сказать. Сейчас, кстати, у меня на спектакле, который только-только был заключительный в этом сезоне, «Ночь нежна», пришел Александр Рапопорт, известный психотерапевт. И теперь уже актер, и кто он только не есть. Я с удовольствием его позвала. И он мне говорил очень хорошие слова, но, кстати, он сказал, что, в общем, там есть какие-то вещи, именно в нашем спектакле, про которые можно было бы посоветоваться с настоящим психологом, и которые мы не знаем. Но меня он отметил и сказал, что я правильно играю вот это вот некое сумасшествие или безумие, как вы сказали. Дело в том, что, когда я готовилась к этой роли, моя мама, как такой очень профессиональный и дотошный, именно в актерском плане, человек, человек, она просто заставляла меня читать литературу, которая связана с персонажем. Даже Николь, это прототип его жены, Феджеральда, Зельды, которая совершенно была вот такая вот дама, она даже лежала действительно в клинике, болела шизофренией, и у них же были дети. И вот многие моменты, и я просто вот брала с нее, я читала про нее и брала. Я не могу сказать, что мне трудно там, или как-то... Я даже советовалась тоже сама лично для своей роли, я советовалась психологом, и она мне немножко подсказывала. И мама тоже чисто интуитивно подсказывала какие-то вещи, знаете, вот чисто даже какие-то манки, вот взгляд, пол, взгляд, какое-то там движение руки или что-то такое. Вот я уже настолько... Довольно долго уже мы играем этот спектакль, что сейчас уже, знаете, как это... Вот как бы я себе внутри даю какую-то такую малейшую эмоцию, и она меня сразу выводит на эту роль, что дается только, конечно же, вот когда долго играешь в спектакле, они уже становятся... Уже начинаешь в них жить, летать, там, как угодно можно назвать. Вот это, кстати, для меня очень ценно. Я не люблю звать на каких-то зрителей, да, тем более родных, на какие-то премьерные спектакли, потому что они самые трудные. И как он тут показывает, да, они самые слабые. Обычно критики у нас приходят на первые спектакли, поэтому им есть о чем писать. Вот это бывает обидно, потому что, конечно же, все актеры знают, что когда разыграешься, и когда уже материал становится твоим полностью, вот это вот тогда самый кайф. А кто для вас Таиса Финска? Просто гетеро, амазонка или воплощение любви и женственности? Вот все, что вы назвали, это и есть. Когда мы Сергеем Борисовичем репетировали Прохановым и придумывали образ, и придумывали эту роль, он нарочно хотел, чтобы она была необычной, чтобы именно вот в воплощении, да, и потому что, как он сам, он же сам написал, да, эту пьесу, сам написал этот сценарий, но на основе, кстати, фактов и документов настоящих и исторических. И поэтому мы хотели, чтобы она была необычной, и мы даже придумали голос, пластику и все, что с этим связано. Поэтому она действительно в воплощении добра, в воплощении мира и любви, которая пытается мужчин этих воинствующих примирить. Но, к сожалению, как, в общем-то, в большинстве случаев бывает, в жизни и вообще в мире у нее это не получается. У нас есть вопросы в чате. Анна, вы бы согласились участвовать в каком-нибудь телевизионном шоу, например, танцы со звездами? Да, с удовольствием бы согласилась, если бы меня позвали. Какое прозвище было у вас в детстве? Прозвище. Ой, если честно, я даже не помню. Меня звали Нюсей. Я очень хорошо помню, но мне и до сих пор некоторые люди, мои друзья, зовут Нюсей. А еще у меня по папе, у меня фамилия Хашимова. Я первые годы учащаясь в школе, была Хашимой. Меня звали Хашима. Вы открытый человек? Хашимка. Я открытый, я думаю, что я открытый человек. Это, конечно, не мне судить, но я действительно, вот как я считаю, я открытая. Вы довольны тем, как складывается ваша жизнь? Я не могу сказать, что я полностью всем довольна, но в основном я довольна. Нельзя корить судьбу, ее надо благодарить. За все, что с тобой происходит. И слава Богу, что у меня есть возможность вообще заниматься любимым делом, профессией. Что у меня есть сын, у меня есть мама, близкие люди, родные, которых я люблю, и которые меня любят и помогают мне. Это вообще самое главное в жизни. Есть ли у вас любимая роль из всех вами сыгранных? Любимая роль? Ну, конечно же, вот если про театр говорить, это моя самая первая у Аллы Сигаловой, Дездемона в спектакле «Отелла». Я ее очень люблю. Я тогда была совсем такой юной и неопытной, но благодаря, опять же, опыту Аллы и ее профессионализму, я думаю, что это актерски была одна из моих очень хороших ролей и достижений. Я с гордостью об этом говорю, и даже больше с благодарностью к Алле именно про это. Опять же, Таис, про которую мы говорили, потому что это немножко даже как воспоминание об этой Дездемоне, то есть я оттуда тоже что-то такое брала. А в кино, как я уже сказала, это незалечное. А вы самокритичны? Да. Я вообще, я когда на себя смотрю со стороны, особенно когда в кино или, например, я смотрю спектакль, но спектакль вообще записанный, он очень-очень много теряет. Но я очень критичный к себе человек, я сразу все замечаю, и вообще в большинстве случаев мне не нравится то, что я делаю. Но это нормально, и у меня мама очень хорошая в этом смысле, критик и советчик, она мне всегда очень честно и правильно все скажет. А критики со стороны как относитесь? Ой, ну, ради бога, пусть критикуют. Хотя я лев, и мне иногда так, ну, не то что обидно, но так, меня это задевает, я честно могу сказать. Мне не все равно, что обо мне говорят, да, это правда. А сами критикуете? Кого? Коллег. Ох, вот с этим у меня очень трудно, очень трудно. Я могу, я могу близкой, например, подруге, да, если она актриса, я могу ей вот честно, да, но причем я никогда не буду ругать или, не дай бог, унижать, да. Я постараюсь посоветовать, как нужно правильно сделать и выразить свое мнение. Вот, ну, так сказать, чтобы это была такая жесткая критика, наверное, нет. Стараюсь всегда честно говорить. Вы любите читать? Ваша любимая книга? Читать я, конечно же, люблю, но, как это бывает, вот в данном случае я не так уж часто сижу за книгой, хотя сейчас вот я именно читаю о Кунина, как это не смешно звучит, но это так. Я могу вам сказать, я уже как-то тоже про это говорила. Я с удовольствием, например, перечитываю классику или что-нибудь, потому что очень много забывается и стирается. Я, например, вот того же Чеха, я очень люблю его перечитывать и, скорее, даже в большей степени его рассказы, такие ранние, которые мне совершенно поднимают настроение, меняют какой-то мой, если какие-то проблемы или что-то. Я с удовольствием это все почитаю. И так же, как и у Мрожика, люблю вот те же стихи, например, поэзию Серебряного века. Моя мама изумительно читает все эти стихи. Вот наше поколение, к сожалению, уже как-то отошло от этого. Раньше было принято, чтобы актеры обязательно читали стихи, особенно вечера были, да, какие-то творческие. Да, да, да. И когда звали, у мамы было очень много концертов. И я помню до сих пор с удовольствием, когда смотрела за кулисами, как она читала, как зрители ее слушали, это, конечно, что-то неповторимое. Но благодаря ей я знаю поэзию Серебряного века и с удовольствием ее тоже перечитываю и что-то тоже знаю. Люблю книги, которые связаны с психологией нашей жизни, с какой-то философией. Но это не значит, что я, например, слепо буду следовать каким-то, вот я, например, что-то прочитала, вот все, там именно это учение для меня подходит и все. Я к этому очень осторожно отношусь. Но прежде всего я потому что человек верующий и считаю, что надо быть очень осторожным. И поэтому мне просто интересно разные взгляды на жизнь, на психологию, на поведение людей. И как вариант я примеряю это к себе и что-то я беру, а что-то мне совсем не подходит. Вот, люблю, опять же, вот я сказала про Акфонина, люблю детективные какие-то такие книги, они мне очень интересны. Или исторические, мне тоже нравятся. Например, связанные, которые с историческими персонажами, вот, опять же, Таис Афинская или, ну, что-нибудь вот в этом роде. Анна, что вы читали при поступлении? Может, посоветуете, что можно прочесть из прозы, чтобы сразить комиссию? Сразить комиссию? Это девушка, да, спросила? Да. Ну, я вам могу честно признаться, что я уже вот на каком-то последнем этапе вместо басни очень смело читала фольклорную сказку. Есть такая сказка, она называется очень смешно, «Похороны комара». И вот ее я читала, и вообще она стала моим коньком при поступлении. Она действительно у меня очень смешно получалась. Помню, что комиссия просто вот, они ухахатывались, что-то на что называется. И это был очень хороший вариант, он был необычный, потому что все читают басни про стихотворение. Обычно басни повторяются. Найти какую-то басню необычную, которая там была там новая, еще интересная смотрелась, очень трудно. Поэтому, например, я бы даже посоветовала вам хотя бы вместо той же басни или вот что-то, какой-то фольклор, или там, ну, я не знаю, там, вредные советы, да, или там еще что-то вот такое вот необычное. Потому что, конечно, комиссии, я понимаю, они настолько приелись уже всем таким. Поэтому надо, да, обязательно надо, да, что-то ударное такое. Но у меня в то же время было очень такое, у меня было лирическое очень стихотворение про любовь, которая, как мне тогда казалось, ну, не знаю, сейчас, наверное, это уже совсем будет по-другому, что я так его очень нежно, лирично читаю. Даже не помню я его совсем, какой-то польский автор был. Мне его, кстати, посоветовал Роман Григорьевич Виктюк. И в качестве прозы я читала Достоевского «Бедные люди». Я читала письмо. Вы знаете, вот я вам советую, кстати, обратить внимание на это произведение. Там есть и из чего. То есть я даже, вплоть до того, что я, у меня оно было написано на листке, как правильно я его раскладывала, как будто начинала читать, а потом уже наизусть. Но это было, я помню, что меня слушали, слушали хорошо. Вот такие вот, не знаю, остались советы. Спасибо за ответ. У вас есть домашнее животное? У меня нет домашнего животного сейчас, к сожалению. Я в детстве всегда очень хотела собаку, занималась конным спортом, вы уже сказали. Только потому, что, к сожалению, это очень трудно связать с нашей профессией. Это надо либо еще иметь кого-то, кто занимается конкретно этим животным, несчастным. Либо как-то жить все время на природе, если та же собака, то чтобы ей было там вольготно. Но у меня были и кошки, и собаки, у меня даже были рыбки, хомячки. Миша приносил в дом хомячка. И даже крыска была, такая беленькая, очень хорошенькая, которая, к сожалению, убежала. А у моего брата просто жил крысенок самый настоящий. И он потом вырос уже, стал не крысенком, а каким-то нормальным крысом. Вот, а потом умер своей смертью. Саша очень переживала на сайте. Так что живот у нас был, опыт у нас есть. А сейчас выезжаете на конные прогулки? Вот сегодня только буквально днем я была в конно-спортивном комплексе от Рада. Под руководством замечательного Николая Николаевича Гоколя. Там такой директор есть. И сегодня был кубок губернатора по конкуру, такое светское мероприятие. Очень часто я туда езжу и снималась для них и в журналах. И мне там очень хорошо, просто место чудное. И они меня все время зовут, чтобы я уже просто хочу уже наметить специальный день. Ну, потому что, к сожалению, у меня просто мало времени, когда много работы, то устаешь. И легче просто дома какой-то день поддохнуть, чем... Хотя там тоже такой же отдых. Я обязательно вот уже наметила, чтобы в июле исполнил свою мечту. Уделяете внимание деталям, когда готовитесь к новой роли? Насколько это помогает войти в образ и прочувствовать характер? Да, вот как раз детали, про что я уже говорила, это, прежде всего, если это персонаж, например, исторический, или он есть в каком-то произведении, да, вот обязательно очень внимательно нужно... Вот это он научил меня, моя мама. Обязательно нужно очень внимательно это изучить и про это знать. Потому что из каких-то именно деталей, вы правы, и нюансов, и складывается роль. Это самое главное. Она тогда живет, она тогда наполнена, не просто какое-то такое, знаете, плоское изображение, непонятно чего. Какие качества вашей героини присущи вам самим? Преносите ли вы какие-то свои качества? Конечно. И берете что-то от него? Обязательно, да, да. Я и беру, как бы, ну, стараюсь как можно больше войти, да, в персонаж, но всё только через себя, как учили мои педагоги. Только благодаря своим, своему характеру, своему и какому-то и жизненному, может быть, даже опыту, каким-то своим, своей эмоциональности и чертам тоже именно характера. Конечно, всё через себя. А всегда получается выйти из роли сразу по окончании спектакля? Ну, сейчас почти всегда, ну, потому что всё-таки у меня уже, у меня уже большой опыт именно работы на сцене. Раньше, я признаюсь, было труднее, но всё равно, вот вы знаете, какой бы я ни играла в спектакль, у меня, во-первых, чувствуется, ну, такая, не то что усталость, но это как бы, как любой выброс, да, энергии. Он оставляет тебя таким опустошённым несколько, но я не могу сказать, что это как бы совсем, да, я пустая, потому что зритель, именно живой зритель в театре, он тебе тоже очень много даёт. Почему я тоже очень люблю театр, та же антреприза, зрители, они совершенно, ну, это какая-то необыкновенная атмосфера зрительного зала. И меня больше всего потрясает это то, что каждый раз, вроде один и тот же спектакль, да, каждый раз это что-то новое, вот какая-то новая атмосфера, и вот именно с этим, вот сейчас такие люди, потом другие, я уж не знаю, какими они там звёздами соединяются, но это именно так. Я помню, что мне мама как-то сказала, по-моему, это то ли она сама даже, может быть, это выдумала, да, то ли она где-то прочитала, что как важно, когда мы играем в театре, что вот именно здесь и сейчас, именно этот спектакль, именно для этого зрителя нужно сыграть так, чтобы потом не было обидно тебе, потому что уже нельзя ничего переделать. То есть ты уже это сделала, вот я сегодня отыграла, всё, у меня будет другой спектакль, но зрители уже будут другие, и даже если я сейчас что-то, например, какую-то там слабимку или как-то где-то недоиграла, или там, ну, мало ли что, я это уже не исправлю, всё. Вот этот зритель, он пришёл, он, грубо говоря, заплатил деньги, и он имеет право на то, чтобы я полностью выложилась в своей роли, что я стараюсь делать. А как вы относитесь к театральным экспериментам? Ну, например? Ну, каким-то, не знаю, экспериментальным постановкам. Ну, если смотря что, как бы считать экспериментальную постановку, у нас в театре приезжал замечательный, я считаю, режиссёр Альгердес Латенос, он поставил у нас Ричарда Третьего, Шекспира. Ну, в какой-то степени это тоже, можно сказать, что это экспериментальная постановка, потому что образ Ричарда, он придумал, что он такой, как военный, такой, который всю жизнь на войне, поэтому у него был камуфляж, он был не так, не хромой совсем, как у Шекспира, а с таким, ну, как на ноге, такой у него был ботинок страшный на палке, то есть вот всячески. А мы все тоже, я играла Леди Анну, там у меня было несколько ролей, и такую, и Фортуну. Мы все были, знаете, как персонажи каких-то вот из балетных танцев, кружились в вихре вот его этих вот деяний, да, всяких, и как будто в вихре танца мы там сменялись, и разные костюмы, и всё. Вот это вот, например, если такой эксперимент, то мне нравится такое режиссёрское видение. И вообще, кстати, спектакль, это напоминает мне Крошуса, который мне тоже очень нравится. А репетируете вы сейчас, например, на вы? В театре? Ну, в данный момент нет, но буквально вчера вот поступило такое очень интересное предложение, не буду говорить пока какое, потому что ещё, но мне кажется, что если я соглашусь, если этот спектакль выйдет, он должен быть интересным. Во всяком случае, это такое довольно известное произведение, и очень оно, его все знают, потому что уже теперь и фильм есть, и оно всем нравится, вернее, как сказать, нет, все к нему очень по-разному относятся, но он у всех как бы вызывает интерес. Вы серьёзно относитесь к выбору ролей? Приверит ли вы или всё-таки все ядно? Ну, нет, ну всё-таки серьёзно. Нет, ну бывает, я от многого отказывалась, особенно, конечно, в сериалах, например, или даже в каких-то ролях, я помню. Ну, если я считаю, что это совсем не моё или материал, вот, хотя, может быть, это неправильно, но это вот субъективно моё мнение, потому что очень многие актёры, и, может быть, это и правильно для них, считают, что нельзя ни от чего отказываться, раз ты актёр, ты должен уметь всё, да, и делать тоже всё, и это, может быть, тоже правильно, но мне приходилось, да, и в театре тоже я иногда отказывалась, да, ничего. А где интереснее работать, в исторической картине или постановке, или в современной? Мне сейчас в исторической, потому что в современных я поиграла, а исторически вот там я снималась у Светланы Сергеевны Дружининой с удовольствием, и там был исторический персонаж, это продолжение Гартомарину скоро, я надеюсь, скоро выйдет этот сериал, новую её осенью он должен, называется «Виват Анна Ивановна», это «Наши царицы» Анне Ивановне, главную роль играет Инна Михайловна Челырикова, я с удовольствием с ней работала в кино, Саша Лазарев, Владимир Корнев, и ещё очень-очень много хороших актёров, звёзд, ну, как всегда у Светланы Сергеевны, полный набор, как говорится, и там вот я с удовольствием платья на себя примеряла, это кринолины и всё такое, что с этим связано. Гартомарина, герои прежние или новые? Нет-нет, там уже новая история, и у всех тоже новые, но кое-кто там и будет из таких уже общепризнанных. Вы сейчас поставили спектакль, сейчас я работаю в спектакле в Петербурге. Да. Расскажите, пожалуйста. Да, это совсем для меня новый проект, играю я в нём недолго, примерно с Нового года. Очень благодарна за то, что меня туда позвали, позвали, потому что позвала меня продюсер Ирина Беликова. Это театральный центр на Коломенске, он называется, в Петербурге. У них есть очень хороший спектакль, это вот один из последних их проектов. Что мне там очень понравилось, я танцую фламенко, и всё, что спектакль, он на этом построен. Это современная пьеса, но на основе Кармен Мариме, немножко похож сюжет, но адаптирован под наше время. Под современность. Да, под современность. И, ну, прежде всего, конечно, для меня было важно, что ещё раз возможность танцевать, хотя хотелось бы, чтобы побольше там, конечно. Но так случилось, что, в общем, я не сразу попала в этот проект, немножко попозже. Вот, замечательные партнёры, Алексей Жарков, Владимир Долинский и молодые, очень хорошие питерские ребята, с которыми очень приятно работать. Там это, а, ну, я обязательно назову режиссёр Андрей Жетинкин, художник Андрей Шаров с замечательными костюмами и сценографией. Вот, и вообще такой очень серьёзный проект, такой, что называется, глобальный, да, и когда мы ездим с ним куда-то, то зрители как раз именно тот вариант, когда удивляются, что вот, ой, как это всё хорошо, красиво, и с танцами, и с такими красивыми декорациями. То есть им это нравится. А вы не пробовали, по-моему, попробовать себя в роли режиссёра или продюсера? Пока нет. Но, кстати, мечтаю. Вот режиссёра, не знаю пока, хватит ли у меня силы и терпения, потому что там очень, терпения нужно очень много. А вот продюсера, может быть, попытаюсь. Спектакли? Нет, не обязательно. Может быть, я замахнусь на бой. Кино? Да. Как вы учились в школе? Я училась, честно признаюсь, очень средне. Но, как, если считать, что у меня, вот у меня по математике совсем было плохо, я выше тройку, у меня, может быть, до пятого класса было. А потом уже всё. Я, ну, никак я не могла ни алгебру, ни диометрию, ни химии, ни физика, вот это вот честно могу сказать. Вот, а остальное было нормально. Я, если честно, любила очень английский язык. И очень благодарна моему педагогу Николаю Григорьевичу, его уже нет в живых, в Царстве Небесной, который меня просто силой заставлял оставаться на дополнительные занятия. Ловил меня в коридорах школы, потому что, естественно, я не хотела заниматься, убегала. И вот то, что он так меня заставлял заниматься, очень помогло мне. И я до сих пор, ну, я считаю, что нормально владею разговорным. Хотя, конечно же, всё время надо поддерживать язык, всё время общаться, чтобы он был на хорошем уровне. Чем вы увлекаетесь? Есть ли ваше хобби? На хобби у меня нет времени, если честно. Я ничего не вышиваю, и там, вот, я знаю, некоторые кукол делают. Мы всегда так, как-то, так приятно на это. И вот я думаю, господи, как вот люди, они, наверное, так отдыхают душой, да, и вот, и физически тоже, да, когда вот чем-то таким занимаешься. Но я, у меня нет ничего такого, но я, например, я люблю готовить. Когда у меня есть возможность, это не значит, что я готовлю каждый день специально, там, все обеды. Нет, но вот если я, например, захочу что-нибудь такое вкусное приготовить, я с удовольствием буду это делать, что-нибудь придумаю новое, не обязательно по рецепту. Это у меня ещё моя бабушка научила, потому что вот она как раз меня тоже ставила возле стола и говорила, вот смотри, как я делаю, и она мне, прежде всего, научила печь, потому что там готовить, ну, так, можно уже там приспособиться, а вот именно печь по-настоящему, Наполеон, там, все эти пироги и все такое, вот она меня научила. Есть фирменное блюдо? Ну, фирменное, это вот как раз Наполеон, что-то вот такое потом. Ну, я иногда, мы любим, там, например, в семействе придумывать какие-то новые супы, салаты, там, что-то такое, это вот мне нравится. Что вам больше по душе, кино или театр? Ну, я уже, наверное, сказала, вот уже, наверное, понятно, что всё-таки театр. Но кино я тоже люблю. Это такое, знаете, запечатленное такое мгновение, вот как именно этой жизни, да, как говорил Андрей Тарковский. И, конечно, мне очень хотелось бы всё-таки тоже в кино оставить какое-то, я уж так говорю, как репей, да. Ну, я люблю кино, кино отображение, да, нашей жизни, кино, многие смотрят, слава богу, плёнка, там теперь уже цифра, да, остаётся, и можно пересмотреть. Поэтому, конечно, как можно не любить кино? В фильме «Удар лотоса, загадка сфинкса», такая хрупкая женщина, как заправский Джеймс Бонд, берётесь без страховки на лесах. Не тяжело было работать по дублёрам? У меня там был дублёр, честно признаюсь. Это просто там что-то, видимо, выдумали так, чтобы приукрасить. Был дублёр, но на очень таких серьёзных, когда там надо было какие-то перевороты или куда-то там лезть. Но в основном, спасибо Юрию Сусоеву и его каскадёрской команде, за то, что они меня научили именно, потому что он мне сказал, если ты будешь как бы всё время будет дублёр, тогда зачем эта роль, потому что она построена на драках, на боевых искусствах. И поэтому я специально занималась, ездила в зал, специально всё это мы отрабатывали. Я очень хорошо помню, что мы, наверное, неделю репетировали драку с моей подругой Полиной Краснопольской, которая там тоже играла. Она такая женщина-каскадёр. Потом мы её снимали, наверное, часов в пять, а в кадре она длится, ну, минуты две, ну, дай бог, три. Я уже, наверное, совсем могу потерять. А для кого было почувствовать себя этой российской Лары Крофт? Очень даже мне нравится всё это дело. Меня даже иногда называли Никитой, что, мол, типа, я могла бы там это всё тоже исполнить. Но предложений нет. Мы пока будем надеяться. А как Вы относитесь к экстремальным видам спорта? Осторожно, если честно. Я вообще такой человек, я очень, я увлекающийся. Я могу, например, что-то там, если бы там, вот куда-то. Я всё вот мечтаю прыгнуть с парашютом, но меня всё время отговаривают. А есть такие вещи, которые, например, я знаю, вот, что я на горных лыжах, вот теперь уже я вряд ли их освою. Если вот раньше, может быть, я там могла бы, но теперь, наверное, я даже не буду, что называется, рисковать. Вот. Я люблю очень автомобили, может быть, в какой-то гонке, там, я бы такой смешной на выживание, я бы поучаствовала. И страшно было? Ну, может быть, и было бы страшно, я бы как-то преодолела бы. Я бы, например, поучаствовала, если бы, например, там, например, звёзды там на лошадях, да, что-нибудь вот такое, там, через препятствия, там, всё это вспомнить и опять что-то поучиться с удовольствием, вот. Но если вот как-нибудь, может быть, я с Юрой со своим прыгнуть с парашютом всё-таки хочу. Вам мне обыкновенно везло с партнёрами и в кино, и в театре. А с кем бы хотелось сыграть, с теми, с кем вот ещё не сыграли? Может быть, из ушедших. И чем бы вы смогли у них поучиться? Ну, вы знаете, мне так не хотелось бы вот специально говорить. Я вообще не люблю, когда вот спрашивают, там, с каким режиссёром вы хотите. Я не люблю называть имена, потому что мне кажется, что я, если кого-то назову, я, может быть, кого-то не вспомню. Кто-то обидится. Да, ну, есть, естественно, такие люди. Но раз уж мы как бы так вот про это сказали, я буквально сегодня играла спектакль «Мужчины по выходным». Это пьеса «Мережка. Мужчины на час» она называется, а у нас «Мужчины по выходным». Её поставил замечательный актёр «Царствие небесное», который год назад ушёл из жизни, Андрей Краско. Вот что мне действительно необычайно жаль о том, что Андрей, как мне кажется, на самом взлёте своей карьеры. Сейчас вот смотришь его фильмы, человека уже почти год нету, а его фильмы всё выходят и выходят, и идут, и по телевизору фильмы смотришь, и видишь, какой он замечательный актёр. И видно, сколько он не успел ещё сделать, сколько бы мог сделать. И, конечно же, мне жаль, что я больше не имею возможности поработать именно с таким актёром. А какие качества жизненно необходимы актрисе? Ах, жизненно необходимы. Ну, наверное, понимаете, актрисе очень важно, профессия необычайно трудная для женщины. Во-первых, надо всё время быть в форме. Во-вторых, надо как-то поддерживать, чтобы у тебя был стимул, да, таланту. Он же тоже там, да, там, говорят, там, либо есть, либо нет, там, что-то такое. Но его можно и наработать, правильно. А если там, ну, как бы бросать это дело на самотёк, то этого ничего хорошего не получится. То есть это всё время постоянный какой-то стимул. И хочется новых ролей, но для этого надо, опять же, пытаться много работать или там нарабатывать то, что у тебя уже есть. Ну, и, наверное, какое-то нужно терпение иметь, конечно же. Потому что мы знаем, что очень много случаев есть, когда люди не удерживают именно актёры, там, бросаются в какие-то крайности, не дай бог, или ещё что-то. Ну, нужно, раз уж ты выбрала этот путь, то вот иди по нему, стойка. Вы общаетесь со своими поклонниками? Да, и иногда, ну, как бы, как, если, ну, у меня пока нет своего сайта, например, то сейчас уже всё связано с интернетом, да, и с компьютерами, но он скоро выйдет, скоро будет, мы уже его готовим, я очень на это надеюсь. Может быть, тогда у меня, кстати, будет больше возможности вообще-то там именно общаться с людьми и видеть их мнение и делать, кстати, определённые выводы. Но есть люди, которые просто вот они, например, приходят ко мне на спектакль, а потом подходят, как-то мы беседуем. Часто это бывает в других городах где-то и в провинции. А есть у меня вот девочки-замечательные поклонницы, которые мне дарят огромный букет и корзины роз, с которыми мы иногда общаемся, даже с которыми мы встречали Новый год в этом году, который вот наступил. Мне это приятно, но это, как говорится, ни к чему не обязывает, просто такое нормальное общение. Как вы любите отдыхать? Я люблю отдыхать по-разному, но для меня главное, чтобы это была природа, либо море, обязательно море очень люблю, чтобы ни о чём не думать, потому что в Москве, даже если у меня есть какие-то свободные дни, там, выходные, у меня всё равно не получается полностью отдохнуть, какие-то дела, заботы, быт всё время, мысли про что-то. Поэтому я люблю куда-то уезжать, либо это какая-то природа, деревня, я не знаю, дача, или вот любое море где-нибудь. Я вообще люблю отдыхать каждый раз на новом месте. То есть у меня есть какие-то места, которые, может быть, мне захочется вернуться, но в основном, или вот, кстати, какие-то места и с детства, и с мамой в детстве, когда я была в детстве, я уже ещё маленькая, мы с ней очень много ездили. Она меня водила, и весь Крым мы объездили всюду. Вот в те места мне очень нравится возвращаться. А так мне нравится что-то новое, все им какие-то новые страны. Я вообще люблю путешествовать, но я путешествую очень мало, потому что у меня нет времени пока. Но я надеюсь, может быть, всё-таки предоставится мне такая возможность. Как вы относитесь к мюзиклам? Хорошо. Сейчас у нас всё, как говорится, такой новый этап мюзикловый. Я считаю, что Америку мы, наверное, не знаю, никогда не догоним, потому что у них вообще уже такой прогресс в этой степени. А у нас зато драматический театр, да, на каком уровне. Но это очень хорошо, что у нас тоже, слава богу, тут есть мюзиклы, и теперь все видят, что актёры могут и петь, и танцевать, и играть ещё хорошо. И вот наш художественный руководитель этим очень умело пользуется. Вы следите за рейтингами на кинотеатральных сайтах, и важны ли они для вас? Нет, я не слежу. Я и иногда мне кто-то говорит, например, если, в общем, но так нет, не слежу. Прекрасно выглядите. Поделитесь секретами своей красоты. Вот уже, как я сказала, надо быть в форме, да. Это отнимает много времени и денег, между прочим, тоже. Вот, когда у меня есть возможность, ну, прежде всего, вот я, кстати, всем бы женщинам посоветовала, всё-таки надо заниматься, вот не обязательно спортом, не обязательно ходить в фитнес, там, какие-то отжимания, там, что-то такое, качать какое-то железо или что-то такое, хотя это мужчина делает. Ну, там какие-то, потому что, вот для меня это, например, как-то скучно и однообразно. Если я хожу, там, в зал, вот, самое лучшее – это заниматься танцем. Вот для любой женщины, даже если она думает, что она не умеет танцевать, вот пойдите, попробуйте в любой, там, я не знаю, кружок или куда-нибудь, или какой-то фитнес, где всегда есть, там, танец, йога, пилатес, ну, всё, что угодно. И попробуйте себя в этом. Мне кажется, что вот это очень разумное распределение нагрузки на мышцы и так далее. Вот я вот как-то вот стараюсь, но у меня, слава богу, и спектакли танцевальные, поэтому вот у меня есть возможность. Ну, а потом, конечно же, салоны, спа, салон Аида, большое спасибо, в ножке кланюсь, где всё это, тоже у меня головы, ногтей и всего-всего тела. Салон Восточный Экспресс, спа, спа-салон замечательный, где мне делают и массажи, и расслабляющие, и талас-терапии, и аюрведы, и всё, что угодно. Вот я, ну, стараюсь, вот приходится, но это, как говорится, не потому, что мне это очень трудно делать, а для меня это огромное удовольствие, и к тому же это хорошая форма. Чего вам не хватает, чтобы чувствовать себя полностью счастливой, а жизнь полностью идеальна? Ну, если, я не могу, знаете, не могу сказать сейчас вот за всю свою жизнь, да, или за всё, что вот я сейчас скажу, и это вот и есть на всю жизнь такое определение. Я просто могу сказать то, что сейчас волнует меня в данный момент больше всего, это мой сын. Мы уже про него говорили, мне очень хочется, он очень хороший человек, я его очень люблю, у нас с ним очень хороший контакт, но он, я вижу, он ещё мечется и не нашёл себя в жизни. И мне очень хочется ему пожелать и помочь, чтобы он определился, и чтобы всё-таки это было его любимое дело в жизни, а уже всё остальное приложится, потому что качество характера у него, я считаю, что очень хорошее. Ему главное вот как-то побольше ответственности, дисциплины. Ну, конечно, ему сейчас трудно такой возраст, но вот все мои мысли, если честно, сейчас об этом. Это очень мне хотелось бы. Наша программа называется «Театр наизнанку». А что для вас «Театр наизнанку»? Ой, такое, как будто, немножко для меня странное название. «Наизнанку» — это, знаете, как будто вот вывернут, да, что-то. А «изнанка» театр даже немножко по-другому, как-то более так спокойно звучит. Ну, это, наверное, прежде всего, конечно же, это всё-таки вот этот процесс, когда ты приходишь в театр, и ты готовишься к роли, когда ты забываешь обо всём. Он уже начинается не в театре, а ещё там ран, дома или где-то как-то. Уже всё у тебя, всё, что с тобой происходит, уже связано с тем действием, которое произойдёт с тобой вечером. И я его очень люблю. И вот в театре вот эта подготовка, грим, костюм, и вот этот первый шаг за кулисами, когда ты стоишь и думаешь, вот сейчас ты войдёшь на сцену. Это всегда очень волнительно. У меня в этот момент всегда бьётся сердце, я немножко покрываюсь такими красными пятнами. И уже сколько лет я на сцене, но это вот происходит всегда. Я этот момент очень люблю, но если это можно назвать, что это вот то самое. Да, для меня театр вот таков. Я пока вот мыслю без него, не мыслю себя без него. К сожалению, час нашего терминого времени подходит к концу. Что бы вы пожелали на прощание нашим слушателям и зрителям? Мне очень хочется, я уже как бы не раз тоже про это говорила, чтобы мы больше обращали внимание на своих близких, любимых и родных людей. Чтобы мы не забывали, что роднее них у нас никого нет. Часто так бывает, что чужие люди становятся для нас вдруг как бы самыми главными. Мы считаем, что почему-то с ними мы должны быть вежливыми, весёлыми, но со своими родными мы можем как-то и пренебрежительное что-то. Не дай Бог, это самые родные люди. Побольше ласкайте, как говорит моя мама, любите своих детей, побольше их целуйте, говорите им, что вы их любите, обнимайте своих родителей и помогайте им. И побольше внимания и любви своим родным и близким людям. Мне кажется, что это самое главное в жизни. Потому что они нам помогают, и мы им тоже этим самым. Вот у нас одна из участников чата пишет. Анна, вы потрясающая актриса, удачи вам и побольше ролей в кино и театре. Спасибо. Большое спасибо. Желаю, чтобы ваша продюсерская мечта сбылась. Спасибо, да, с удовольствием, да. Вы болеете за меня. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь. До следующего воскресенья. В эфире была программа «Театр наизнанку». Всего доброго.